На ютубе полно роликов, посвященных тому, как можно сделать бесплатный интернет на любой симке. Я решил сделать такой же ролик на канале о том о сём. Но прежде чем начать, для людей, ищущих дополнительный заработок, для тех, кто хочет работать дома в интернете, советую посмотреть видео на нашем канале, в котором предлагаются очень хорошие условия для заработка в интернете. Вы можете посмотреть видео, нажав на аннотацию, которую сейчас видите на экране, или же пройдя по ссылке, которая, как всегда, находится под этим видео, в букете с остальными интересными ссылками. Теперь о бесплатном интернете на любой симке. Кто смотрел подобные видео и следовал советам из них, знают, что это обман. Ни один из тройки лидеров мобильной связи в России на данный момент не предлагает услуги полного безлимита, ни на одном из тарифных планов. Если хотите полный безлимит, воспользуйтесь предложениями компании Yota. Но за это придётся платить чуть больше обычного. Предлагаю обсудить это в комментариях. Я же хочу предложить вам ряд приложений и настроек, которые помогут вам за те же деньги получить больше интернета на вашем тарифном плане. Прежде чем бросаться на просторы Google Play и искать там рассмотренные сегодня приложения, необходимо навести порядок в уже установленных приложениях. По-любому многие из вас видели смартфоны, на которых установлена куча бесполезных приложений. Смартфон просто похож на тестер всего и вся из Google Play. И весь этот винегрет софта постоянно обновляется, висит в памяти и тормозит систему. Кстати, не просто так сейчас вылезли две аннотации на видео. Для всех, у кого с телефоном творится то, что я сейчас перечислил, срочно смотрите эти видосы. О том, как почистить Android от говна. Первая и вторая серия ждут вашего внимания. Вернемся к настройкам на пути к получению большего трафика и к куче приложений, многие из которых то и дело лезут в интернет, в том числе и за обновлениями. Для начала заходим в настройки Play Market, находим там пункт автообновления приложений и выставляем его в значение только через Wi-Fi, либо в Никогда, если хотите обновлять каждое приложение сами и следить за этим. Далее необходимо вычислить программки, которые без ведомых на то причин жрут лишний трафик. Идем в настройки и находим там пункт передачи данных. Здесь находится список приложений с сортировкой по количеству съеденного трафика за обозначенный период, а также инструмент ограничения потребления трафика с установкой предупреждения при достижении определенного лимита. При нажатии на любое приложение можно дополнительно узнать, как оно расходует трафик, и при желании отключить для него передачу данных в фоне. Не каждый ясно понимает, какое приложение сколько должно кушать и должно ли вообще, поэтому при отсутствии знаний попросите более опытного в этом вопросе товарища почистить ваше устройство. Это не только сократит потребление трафика, но и очень сильно увеличит срок работы аккумулятора без подзарядки. Серьезно, просто приберитесь в своем Android и не допускайте там свалки в будущем. Опять же, ссылаюсь к двухсерийной инструкции, которую предлагал минуту назад. В случае, если пользователю интересна информация с расходом трафика в целом, то программа Internet Speed Matter, монитор сетевой активности, работающий прямо в области уведомлений, показывающий расход и скорость передачи данных прямо здесь и сейчас, вам в помощь. Теперь давайте перейдем к настройке браузера. Ведь большинство пользовательской активности в интернете возлагается именно на него. Установка правильного мобильного браузера позволит сэкономить огромное количество трафика и обеспечить более комфортный серфинг в условиях плохого соединения. В качестве кандидатов у нас выступают Chrome и Opera. Популярный браузер с белочкой рассматривать не будем, и на это есть ряд причин. На нашем канале мы уже рассматривали приложения, которые нельзя устанавливать на Android, и этот браузер был среди них. Если интересно это видео, переходите на наш канал или жмите на аннотацию, а мы продолжим. У браузеров из сегодняшнего видео по умолчанию присутствует опция сжатия входящего трафика, которую и надо включить. В случае с Chrome идем в настройки приложения, внизу находим загрузка данных, нас интересует опция сокращения трафика. Нажимаем на нее и в появившемся меню переставляем ползунок в положение «Включить». После некоторого времени работы в браузере можете вернуться сюда и посмотреть на реальные показатели. Уверяю, они вас порадуют. Включить сжатие Opera еще проще. Прямо на главной странице есть кнопка «О», при нажатии на которую откроется меню браузера. Заходим в режим сжатия и включаем. В дальнейшем для просмотра экономии достаточно будет снова вызвать это меню. Chrome и Opera хороши, но они сжимают трафик только внутри себя, как быть с остальными приложениями. А для остальных приложений обратимся за помощью к таким программам, как Opera Max и Neopart. Приложения создают VPN-соединения, через которые фильтруют весь трафик, входящий на ваш телефон, предварительно сжимая его на своих серверах. В Opera Max можно выбрать определенные приложения для работы с программой, а каким-то и вовсе запретить доступ в интернет. Но есть один минус. Сервера Opera не сжимают трафик, работающий по защищенному протоколу. Говоря по-русски «HTTPS». А вот программка Neopart, мало того, что может все то же самое, что и Opera Max, но также сжимает этот трафик, работающий по защищенному протоколу. Но для этого нужно установить root-права. Программа может работать и без них, но тогда это будет аналог Opera Max. Теперь дальше. Настраиваем приложения. На самом деле, очень многие приложения по умолчанию позволяют пользователю экономить мобильный трафик. Потратите немного времени на изучение настроек приложения, и вы с большой вероятностью найдете там опции, способствующие сокращению расхода трафика. Для примера возьмем YouTube. Он прекрасно умеет беречь драгоценный трафик. Идем в «Настройки», «Предзагрузка». Тут можно выставить предварительную загрузку видео из наших подписок и отложенных на потом видеороликов. YouTube при наличии Wi-Fi запасливо сливает видео в свой кэш на мобильном устройстве, а потом просит совсем чуть-чуть мобильного трафика, чтобы успешно воспроизвести ролик, причем в высоком качестве. Также в «Настройках» вы можете указать качество воспроизводимого видео по мобильной сети. В приложении Google Музыка каждый альбом можно сохранить локально на устройстве, и для дальнейшего его прослушивания вообще не нужен будет выход в интернет. Аналогично работают и другие музыкальные сервисы. Поройтесь в «Настройках» и, скорее всего, вы найдете что-то подобное. А, да, чуть не забыл. Зайдите в «Настройки», «Учетные записи» и отключите синхронизацию, зайдя в каждую из учетных записей. Безусловно, мы привели лишь самые актуальные и повсеместно используемые способы экономии трафика на Android. Можно рутануть смартфон и получить еще больше возможностей. Можно поставить какое-нибудь приложение для экономии в очень специфичных сценариях работы. Но это будет совсем уже другое видео. Всем фанатам и простым пользователям Android настоятельно советую подписаться на нашу группу ВКонтакте. Группа посвящена операционке Android. Подписавшись, вы сможете узнать что-то новенькое о Android. Задать интересующие вас вопросы по данной теме, помочь кому-то с их проблемами, а также пригласить друзей. И мы с вами соберем большое сообщество по интересам. Ссылка на группу в описании под видео. Не забывайте подписаться на наш канал, если еще не подписаны, и поделиться этим видео в социальных сетях. Спасибо, что смотрите, что досмотрели до конца. Отдельное спасибо тем, кто подписался и остается с нами. Всем огромных успехов, удачи и до скорых встреч.